ну вот и если возвращаясь к тому что я говорил о сколах например вот такая ситуация произошла пластина она вот треснула скажем так пластина мало известно мне камни пошла трещина одна сплошная это вообще часть одного целого камня сейчас я даже расположу как они были по факту даже вот так вот да вот вот она одна целая часть здесь пошла трещина этот кусочек вообще был утерян и что я хочу сделать я сейчас хочу вот это вот лицевую сторону приполировать вот посмотрим выдержит ли вот эта склейка нет приполировать обратная сторона я думаю она будет закрываться металлом и и я не трону вот а может быть и даже за полирую потому что все таки этот камень на свет он очень хорошо выглядит он должен все таки просвечивать да поэтому наверное все таки сделаем так в общем чтобы не гадать не думать зашлифую обратную сторону все за полирую и дальше будет видно и вот эта трещинка как я говорил в предыдущем ролике я хочу ее обыграть они достающий кусочек я хочу дополнить возможно это будет опять же композиция с цветами и так далее так далее так далее в общем свойственно то что свойственно именно вот нашей мастерской нашим работам поэтому смотрим мне кажется будет круто потому что в глазах мимо образы какие-то мелькают как это у меня всегда случается в общем полируем немножко продолжаем наш банкетик то есть то есть то есть то есть возвращаемся к работе неизвестного зеленого камня задача шлифануть обратную сторону потому что здесь остатки клея смол и так далее в общем поэтому это нужно убрать даже не сколько подровать а сколько убрать потому что цель получить приполировку то есть задача чтобы этот камень был с двух сторон приполирован и соответственно свет проходил сквозь него и проявлял выявлял всю красоту вот она даже вот может вид видно убираю в тень просто черный камень на свет вот он как светится прямо зелень ладно приступим как говорил ранее здесь сколы поэтому возможно сейчас это все отпадет не пугайтесь вроде бы клей потихоньку уходит вот клей нехотя уходит прям пытается у меня вырвать из рук камень но будем стараться побеждать в общем то почти да весь клей сошел вся эпоксидка ушла или на что там оно было склеено это вообще часть одной пластины предыдущий мастер видимо с целью не знаю зачем может быть просто-напросто боялся вот этих сколов или чего-то а может пытался скрыть скол он к ней подклеил скорее всего лабородоритовую часть видимо для жесткости но многие так делают но я эту сторону разогрел и разделил и в процессе этого выявилось что там оказывается трещина поэтому такая задача и возникает ее убрать да в общем то вот оно все выровнялось делаем опять же рунгистик оп извиняюсь как говорил здесь не развернуться пока что 1 готов Прям врывает. Как раз та сторона, которая вырывает, вот здесь еще остатки клея. Снимаем ее. Снимаем. Стойкая, однако, смола, очевидно, была, потому что он ее очень намертво камень удерживает, даже удивлялся. Мне кажется, даже на предыдущем камне чуть осталось. Надо будет смотреть. Но я надеюсь, все-таки черепашки в этом деле помогут больше разобраться, потому что они снимают вот эти все висячные места. Станок разверещался прямо. Вода немножко затекает на меня сегодня. Звучит музыка. Звучит музыка. Сейчас все-таки для теста попробую ради интереса проверить на грубой шлифовке попробовать. Посмотрим, насколько она снимает. Имеет здесь смысл вообще. Имеет здесь значение всего будет. В таком случае снимаем на грубой шлифовке. Ее еще называют «оптирка». Отлично. Да, она все выходит. Вот и все. Теперь возвращаемся к предыдущей операции. Оказалось, так проще и быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова сказать, при уменьшении толщины на предыдущей операции «Обдирка» даже камень заиграл лучше. Зелень, сои вот этой вот. Интересно очень смотрится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...